Ага, когда происходит развод, второй брак счастливый. Надо смотреть в перспективе времени всегда. Я сейчас вам объясню. Надо вопрос задать не так, что второй брак счастливый, а задать вопрос, для чего второй брак счастливый, если человек жестоко бросил. Развод бывает разным. Бывают люди, которые не могут друг с другом жить, но не могут, помучались, помучались, помучались. И Бог уже сам не хочет. Что это значит? Что они разошлись, как в море кораблей. То есть так получилось просто раз, и они уже отдельно живут. Никто не виноват, ничего не произошло, просто не могут люди. Бог их как бы развел. Никто никого не бросал. Но если один человек берет и жестоко бросает, тот хочет еще отношений. Второй он верит, что все будет хорошо, а этот там бросает жестоко. И дальше, смотрите, схема очень простая. Она немножко отличается у женщин и мужчин. У женщин схема такая. Женщина жестоко бросает. Так как женщина является основой отношений, основой семьи, вся любовь вокруг нее, она за это и будет наказана сильнее. То есть женщина бросает. Она может, если она очень красивая, она может даже получить себе мужа даже, не просто любовника, но чаще всего она получает просто человека, с которым она дальше наслаждается жизнью. Но пусть даже она получает мужа потом. Знайте, что эти отношения сначала имеют природу наслаждения, но не близости, не искренности. Они наслаждаются друг другом. Но потом обязательно эти отношения разрушаются. И разрушаются, потому что у нее в сердце не хватает теплоты, чтобы человека удержать. Когда женщина бросает мужчину, у ней теряется вторая энергия любви. Понимаете, есть две энергии любви у женщины. Одна энергия любви у женщины идет из сердца, имеет природу теплоты, притягивающую мужчину в семейную жизнь. Это энергия благочестия женщины. Когда женщина благочестивая, она тянет мужчину в семью, а не к своему телу. Понимаете, о чем я говорю? Тогда мужчина, который притягивается в семью, он с такой женщиной начинает строить отношения, не такие, которые заставляют его тащить ее в постель, а он с ней дружит, знакомится, ведет себя деликатно и говорит, что мы обязательно поженимся. Это означает, что она благочестием своим притянула человека, а не своим внешним блеском. Но когда женщина бросает, мужчина жестоко бросает, у нее благочестие это заканчивается, жик, сердце закрывается, из сердца холод. Она может внешне привлекать человек с собой, чтобы занимались до свидания. Но если она раскаивается, 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 потом Бог ее прощает, у нее тепло опять в сердце пошло, пожалуйста, пробуй дальше. Никто ничего не запрещает. Попробуй опять создать семью. У мужчины другой вариант. Но чаще всего женщина просто бросила и не может найти. Чаще всего обычно бросила и просто со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, непостоянной и не те. Вот что происходит. Обычно. У мужчины другой вариант. Бог мужчину по-другому воспитывает. Женщине сразу правду показывают, потому что женщина, она живет сердцем, она близко к Богу находится. Он сразу ей говорит, вот ты же делал вот так, теперь так живи. А что касается мужчин, то он мужчину любит по-другому воспитывать. Он не через сердце его, а через голову воспитывает. Мужчина бросает, и первое, что он получает, получает роман. Любовь такая, как река полилась, бесконечная. Для чего теперь вопрос? Для того, чтобы ты привязался к этой новой девушке. И чтобы она потом тебя просила точно так же, как ты жену. И чтобы ты потом так же помучился. Только для этого больше нет другой причины. Если у вас так получилось, еще не поздно раскаяться за то, что ты сделал до этого. Еще не поздно. Несколько лет на это понадобится, но ты сохранишь семью. Бог, может быть, будет трудности, но семья может быть сохранена. Бросать по какой причине? Смотрите, вот если вы, допустим, мужчина избивает, насилует, изменяет, допустим, вы не можете с ним жить, он невестный человек. Живите отдельно. Прощайте ему. Если он бросает вас сам, несмотря на то, что он виноват, Бог вам даст сразу другого человека. Но если вы бросаете за его плохой поступок, то вы сами потом этот плохой поступок совершите. Есть такая пословица, за что боролся, на то и напоролся. То есть, если вы бросаете человека за его плохой поступок, вам придется вынужденно опять такой же поступок совершить, просто и все. Это все.